Слава Господу, братья и сестры! По милости Божьей мы имеем это благоприятное время и находимся в доме молитвы, чтобы нам прославить имя нашего Господа Иисуса Христа и чтобы нам соединиться с Ним. Исаия говорит так, или Бог, через Бога Исаию, говорит в 48 главе 17 стихом. Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израилев. Я, Господь, Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. О, если бы Ты внимал заповедям Моим, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские. Бог говорит такие слова, что Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израилев. И я, Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. Дорогие друзья, Бог научает нас полезному. Бог ведет нас, но ведет нас по тому пути, по которому нам должно идти. И нам бывает в жизни, и нам же кажется, что, ну почему, то или другое у нас случилось. Но Бог научает нас полезному. Бог что-то открывает, Бог испытывает, проверяет. Хотя Бог знает, если говорить, как Бог вел народ израильский, там мы читаем в 8 главу, я не буду читать второзаконие, когда Бог вел народ израильский, чтобы узнать, что в сердце его, а разве Бог не знает, что в сердце человека? Бог знает, но Бог ведет человека. Он и испытывает, он и выразумляет, он и освящает, и он научает полезному. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы сегодня имели веру, что Господь, Он нас ведет, и мы в Его руке, потому что мы Его дети. А тем, которые приняли Его верующим, во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Поэтому да поможет нам Господь в вере стоять, и понимать это, разуметь это, и довериться нашему Господу. Читаю следующее место, поскольку время уже мало. 51 глава Исаии говорит так, Бог говорит через пророка Исаию, с 6 стиха. «Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля висает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. «Послушайте меня, знающие правду народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, и правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». «Слава Господу! Да поможет Господь нам, как здесь сказано, поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите». Вот это все произойдет, но как важно сегодня нам стоять в вере, потому что только через веру мы получаем Божию силу, мы получаем доступ к Божьей благодати, и верою можем ее брать. Поэтому сегодня Господь хочет нас укрепить в вере, чтобы мы стояли в вере и понимали, что Он ведет нас, и мы в Его руке. Читаю следующее место Писания, где Христос такие слова сказал в 8 главе 12 стихом. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он говорит, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Как сегодня говорят, что Вы соль земли, Вы свет мира, поэтому да благословит Господь нас. Дорогие друзья, брат нам сегодня говорил, что Гедеон был послушен, Езекия был послушен, Исайя был послушен. Гедеону Бог сказал, Езекию Бог сказал через пророка Исайию, но Исайя он лично от Бога получил. Гедеон, нам нужно, а что нам нужно в Новом Завете, живущим людям, верующим людям, христианам, что нам нужно? Слово Божие говорит так, 10 глава Евангелия Атеана, всем нам знакомое место, овцы мои, это 27 стих, овцы мои служат голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Итак, если мы будем послушны Богу, то было сказано о том, что Бог будет являть чудеса, совершать все делать, а в чем мы непослушны? Или в чем мы можем быть послушны или непослушны? А я хочу внимание, маленько обратить наше, уже относясь к Новому Завету, и как пророк Исайя имел личную связь с Богом, я думаю, что Христос получил Духа Святого, хотя он был рожден от Духа Святого, и нам даровал сердца нашего Духа Святого, то нам необходимо, чтобы иметь связь с Богом личную, а чтобы иметь связь личную, овцы мои служат голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Дорогие друзья, в Слово Божие говорит нам такие слова, где сказано так, это мы читаем к филиппийцам 2 глава, мы читаем 12 стиха, Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвалия моих день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Духа не угошайте. Мы послушны Богу, когда мы Духа угошаем? Непослушны. Я думаю, что нам нужно сегодня и на это внимание обратить. Бог даровал нам дар Святого Духа. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов? Петр говорит, и получите дар Святого Духа. А апостол Павел говорит Тимофею, чтобы Тимофей возгревал. Это второе послание 1 глава, 6 стих. По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Да, он был рукоположен на служение, но, дорогие друзья, нам нужно тоже всем возгревать дар, который нам дан от Бога Дух Святой. И когда мы Духа угошаем, мы лишаем себя силы Божьей. И как Слово Божие говорит, что и не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Мы огорчаем, значит, что Исаия был послушный, Гидеон был послушный, многие мужи были послушны, Иезекия был послушен, а мы, если угошаем Духа, мы не послушны. Это одна из причин. И сегодня, в это последнее время, когда Бог ведет, и сегодня мы видим такие обстоятельства в нашей жизни, уже 20-й год был, и как сейчас будет дальше, мы не знаем. Но очень Бог сегодня желает от нас, чтобы мы с Ним имели живую связь с Богом, как Исаия имел, как многие прочие имели, как сам Христос имел, и Он призвал нас в общение с Сыном Его Иисуса Христа. Вот что сегодня Бог желает. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Аллилуйя, слава Иисусу! Поэтому, друзья мои, если мы сегодня угошаем Духа Святого, если Он нас побуждает молиться, а мы неспослушны, мы не молимся, или мы молимся, и мы укращаем молитву, а Дух еще молится, а мы не перестаем молиться. А потому что у нас обряд, закон у нас, нам нужно вот так поставить служение. Это не служение Духа. Это служение буквы, хотя мы с вами крещены Духом Святым. Служение Духа, когда Дух Божий совершает, Он говорит, Он повелевает или вдохновляет нас, и мы послушны. Вот тогда служение Духа, вот тогда мы получаем обилие силы и благодати Божией. И как один брат сказал, когда мы были на конференции, он здесь сидит, в этом собрании, когда, говорит, один приехал человек в одно служение. И его там попросили, и, значит, он к этому готовился, и служил служение, а Бог говорит ему, вот сейчас выходи. А там еще нужно было что-то делать, помпеть еще тогда. Бог говорит, сейчас выходи. И, не знаю, два или три раза Бог сказал, он вышел. И когда он вышел, Бог благоставил его, и сила Божия явилась. Как ценно и важно нам сегодня иметь служение Духа, нам, крещенным Духом Святым. А когда мы просто угошаем, просто не понимаем, просто не разумеем, и моломолимся. А если у нас этого нет, у нас и Бог не производит, что нам нужно делать? А нам нужно, батя говорили, а может быть есть препятствие? Это раз. Значит, нужно его убрать. А второе, нам нужно упражняться в посте и молитве, упражняться в молитве, в молитве Духом, развивать эту молитву. И тогда благодать Божия, она придет, сила Божия наполнит. Но когда мы этого не придерживаемся, мы сами себя решаем. И мы не похожи на Исаию, мы не похожи на Гидеона, мы не похожи на Моисея, мы не похожи. Поэтому сегодня, в это последнее время, когда много что сбывается, и когда мы сегодня, батя говорили, вдруг внезапно придет Христос, будет восхищение церкви. Внезапно опять может что-то закроют и прочее, и мы останемся одни. Нам нужно сегодня умолять у Господа, довериться Его благодати, и разуметь, понимать, и быть послушными. Вот тогда придут чудеса, знамения, и сила Божия явится, нас изменит, и в образ Христа преобразит. А мы сами без благодати Божией не преобразимся. Аминь. Молимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok